Больше половины пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение. Остальные проходят амбулаторное лечение. Среди тех, кто ел роллы, двое несовершеннолетних – 12 и 17 лет. У всех пациентов кишечная инфекция, поражен желудок. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Все заболевшие употребляли роллы, заказанные в этой службе доставки под названием «Японский бок». Сейчас она закрыта. Краевой распотребнадзор принял решение запретить индивидуальному предпринимателю оказывать услуги общественного питания. Общепит будет закрыт до тех пор, пока директор не наведет там порядок. В ходе проверки Роспотребнадзор выявил на предприятии массу нарушений. Правда, озвучивать их ведомство отказалось. Но один из пользователей соцсетей разместил в паблике «Барнаул-22» фотографии документов, которые он якобы получил, когда Роспотребнадзор проверил службу доставки. Среди нарушений числятся просроченные санкнижки, отсутствие горячей воды и документов, подтверждающих качество некоторых продуктов. Массовым отравлением уже заинтересовался СУСК. Он проводит доследственную проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято соответствующее предприциальное решение. Любителей японской кухни в Барнауле, да и в целом в России, как известно, немало. Мы решили выяснить, готовы ли жители краевой столицы отказаться от иностранного лакомства после массовых отравлений. Вы после этого случая не будете меньше есть суши? Думаю, нет. Это не показатель. Буду задумываться и выбирать что-то надежное. Не особо люблю их на самом деле. Очень редко заказывают только с подружкой. То есть вы на дом заказываете? Ну да, но редко. Когда? В проверенных фирмах. Проверенная или непроверенная, шанс отравиться сырой рыбой, а именно она, основной ингредиент роллов, есть всегда. Поэтому специалисты советуют суши и роллы не употреблять чаще двух раз в месяц. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.